Привет! Это Владимир Козлов с бонусным эпизодом подкаста «Всё идёт по плану». Скоро Новый год, и сегодня я хотел бы немного поговорить о праздниках советской эпохи. «Красный день календаря» – строка из стихотворения советского поэта Самуила Маршака «Круглый год». Там она относится к 7 ноября, дню Октябрьской революции 1917 года. В позднесоветском календаре дней, выделенных красным цветом, было немного. Новогодний праздник 1 января, двойные праздники 1-2 мая, 7-8 ноября, день международной солидарности трудящихся и день Октябрьской революции соответственно. Международный женский день 8 марта, день Победы 9 мая и день Конституции 7 октября. Кроме них, в календаре было множество праздников, нерабочими днями не являвшихся, от Дня Парижской коммуны до Дня механизатора. Отмечались идеологические праздники 2-го эшелона, Дни рождения Ленина, Пионерской организации, Комсомола. Также отмечались разнообразные профессиональные праздники, большинство из которых сохранились в постсоветское время. В советскую эпоху идеологическим фоном этих праздников было подчеркивание роли всех профессий при диктатуре пролетариата. День аэрофлота. Да, компания не отделялась от советской авиаиндустрии. День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения. День геолога. День советской науки. День химика. День миллиоратора. День работников легкой промышленности. День работников морского и речного флота. День РБК. День металлурга. День работников торговли. Профессиональные праздники были учреждены двумя оказами Президиума Верховного Совета СССР в 1965 и в 1980 годах. Все они были обозначены в отравном календаре, висевшем на стене практически в каждой советской квартире и в программе телепередач. Официальные праздники в СССР отмечались со свойственными советской системе торжественностью и бюрократизмом. Особое внимание, кроме главных государственных праздников, уделялось тем, которые были связаны с армией и силовыми структурами. Например, в День войск противовоздушной обороны страны по первой программе телевидения в прайм-тайм транслировали выступления главнокомандующего войсками противовоздушной обороны. А 10 ноября, в День милиции, по первой программе показывали сборный концерт по случаю праздника. Многие другие профессиональные праздники такой чести не удостаивались. Часто даже к абсолютно неидеологическим праздникам пытались приплести идеологию. Например, в новогоднем поздравлении от ЦК КПСС Совета Министров СССР и Верховного Совета с середины 80-х было сказано, что «Уходящий год не принес ослабления международной напряженности. Администрация США, следуя милитаристским, авантюристическим курсам, развернула невиданную по масштабу гонку ракетно-ядерных вооружений». А вот как примерно звучало из года в год поздравления 8 марта. «Советские женщины – полноценные участницы созидательного труда нашего народа, творцы материальных и духовных богатств страны. Велика и ответственна их роль сегодня, когда решаются крупномасштабные задачи совершенствования развитого социализма». В СССР Международный женский день 8 марта стал нерабочим днём с 1966 года, а сам праздник существовал ещё с 1921 года, когда по решению Второй Коммунистической женской конференции было решено праздновать Международный женский день в память об участии женщин Петроградской демонстрации 1917 года. Взаимное поздравление в школе мальчиков и девочек, я помню, уже с первого класса. Как правило, Международный женский день воспринимался в связке с 23 февраля, днём Советской армии и военно-морского флота, который в 80-е был прежде всего днём мужчин, гендерным праздником, симметричным Международному женскому дню две недели спустя. В младших классах с помощью жребия определяли, какая девочка будет делать подарок какому мальчику, и потом, естественно, наоборот. Начиная со средних классов, мы уже просто собирали деньги и покупали всем одинаковые подарки. Второй компонент Дня Советской армии был чисто милитаристским. Накануне проводили праздник строя и песни. Об этом у меня есть одноимённый рассказ. От конкурса осталось самое отвратное впечатление. Уже тогда все эти марши по периметру спортзала с речёвкой и песней казались мне глупыми. А учительница начальных классов так лезла из кожи вон, чтобы нас надрессировать, и мы заняли высокое место, что за неё даже было стыдно. Восьмое марта в начальной школе запомнилось детскими огоньками, с тортами, лимонадом и даже танцами под магнитофон. Правда, не помню, под какую музыку. Следующим праздником после восьмого марта был первомай. Объяснить нам, школьникам восьмидесятых, что, собственно, празднуют 1-2 мая, было достаточно сложно. За другими государственными праздниками всё же стояло что-то конкретное. Победа в Великой Отечественной войне или Октябрьская революция. Здесь же всё сводилось к абстрактным лозунгам. Мир труд май. И традиции 1 мая выходить на демонстрацию трудящихся. Попытки как-то романтизировать, отпраздновать труд в 80-е годы ни к чему не приводили, оставаясь частью мёртвой идеологической конструкции. Да, уже к 80-м годам, а то и раньше, самые идеологические праздники 7 ноября и 1 мая стали самыми формальными. Лозунги в мае и ноябре различались не сильно. Мир труд май 1 мая против да здравствует 60-какая-то годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. В остальном одно и то же. Портреты Ленина, Маркса, Энгельса и текущего генерального секретаря ЦК КПСС. Партия наш рулевой. Решение такого-то съезда КПСС в жизнь. Сценарий тоже примерно один. В Могилёве колонны демонстрантов собирались на разных улицах в центре. Ждали там час или больше. Потом шли несколько сот метров мимо площади Ленина с памятником коммунистическому вождю и трибуны, где стояло партийное советское руководство города. А потом можно было расходиться. Демонстрация была практически для всех скучным принудительным ритуалом, от которого по возможности старались отвертеться. А те, кому не удавалось, развлекали себя в ожидании отреблением алкоголя, заходя для этого в ближайшие дворы. Вернуться из демонстрации в свой район, кстати, было проблемой. Автобусы и троллейбусы были задействованы для доставки на демонстрацию школьников и студентов. Центральные улицы были перекрыты, и движение транспорта как-то восстанавливалось часа через полтора после окончания демонстрации. С не меньшим формализмом и, пожалуй, большим пафосом праздновался День Победы Великой Отечественной войны 9 мая. Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, товарищи прапорщики и мичманы, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, товарищи ветераны армии и флота, участники Великой Отечественной войны, «Сегодня наша страна, воины вооруженных сил СССР, народы братских социалистических стран, все прогрессивные люди Земли праздную 39-ю годовщину Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Так начинался приказ номер 95 министра обороны СССР маршала Советского Союза Устинова, опубликованный 9 мая 1884 года. 9 мая советских времен запомнилось мне прежде всего бесконечно звучавший по радио песни День Победы в исполнении Иосифа Кобзона и тем, что ветераны войны выходили на улицу с орденами и медалями, а кто-то и в военной форме. В нашей семье отношение к этому празднику было далеко не торжественным. Мой дед воевал, был в плену, потом снова воевал, получил тяжелое ранение и едва не потерял руку, хотели ампутировать, но он не дал. Имел несколько медалей и солдатский орден славы. Он умер, когда мне было 10 лет, и мы никогда с ним не разговаривали о войне. На 9 мая он никогда не праздновал, медалей не надевал. Много позже я понял, что для обычного солдата, прошедшего войну, она была прежде всего огромной трагедией и страшным опытом, а поэтому праздновать в сущности было нечего. Самым странным праздником нерабочим днем в период позднего СССР был День Конституции 7 октября. Ничего связанного с этим праздником я не помню вообще. В 80-е его особо и не педалировали. Объяснить, почему нужно праздновать такое чисто бюрократическое событие, как принятие Конституции, было еще более сложно, чем объяснить 1 мая. Плюс с 1 мая хотя бы связан выход на демонстрацию. Здесь же не за что было зацепиться вообще. После распада СССР празднование Дня Советской Конституции отменили. В 1992-м и 1993-м он еще праздновался в России. День Конституции уже несуществующего государства. А большинство советских праздников достаточно гладко перекочевали в постсоветскую реальность. В России до сих пор празднуют 1 мая, и как в советское время, так и сейчас не слишком понятно, что это за праздник. Есть дополнительные выходные, чтобы сажать картошку на даче, и ладно. До сих пор День Победы – важный элемент идеологии пропаганды. По-прежнему важны для многих гендерные праздники 23 февраля и 8 марта. Причем здесь все уравнялось. День Советской Армии, переименованный в День Защитника Отечества, тоже стал нерабочим днем. Только вот 7 ноября в России праздновать перестали. До сих пор празднуют, кстати, в Белоруссии и Кыргызстане. Да и то с 2005 года, заменив странным праздником под названием День Народного Единства. Но название это звучит скорее саркастически. Праздник этот лишь подчеркивает идеологическую и политическую разобщенность современной России. Вспомню и о неформальных праздниках СССР. Такими были праздники религиозные. Праздновать их, по крайней мере, начиная с какого-то момента, не запрещали, но и не поощряли этого. В моей семье праздновали два – Пасху и Радуницу. Главной во всем этом была бабушка. Она пекла куличи, красила яйца, а потом носила их в церковь – «святить», как она это называла. На Радуницу ходили на кладбище. Рождество, кстати, бабушка никогда не праздновала, и я вообще ни разу не слышал о том, чтобы кто-либо праздновал. Из всех праздников, самым нейтральным, можно сказать, объединяющим людей, был Новый год. Кстати, таковым он остается и в современной России, и во многих других постсоветских странах. В СССР, кстати, долгое время 1 января было рабочим днем. Помню, прочитал про это в первый раз в конце 80-х. В книге Анатолия Рыбакова «Дети Арбата». Первый день года в Советском Союзе впервые стал нерабочим днем в 1948 году, и так было до распада СССР. То есть 31 декабря – обычный рабочий день, первого праздновали, а второго уже шли на работу, если только 2 января не выпадало на субботу или воскресенье. Что я помню из новогодних празднований советских времен? Достаточно стандартные вещи. Настоящую елку, казавшуюся тогда очень большой, подарки под елкой. «Новогодний огонек» – про телепрограммы «Новогодние ночи» я подробно рассказал в прошлом эпизоде. Детские новогодние елки проводились по всей стране, в основном в домах культуры. Был я на такой елке только один раз, когда учился в первом классе. В ближайшем к дому ДК завода искусственного волокна имени Куйбышева. Детям в Новый год полагался официальный подарок – картонная коробочка с конфетами. Насколько я помню, такие распространялись через правкомы предприятий, а также с билетами на новогоднюю елку. Но главным подарком для школьников было, конечно, то, что закончилось четверть и начались каникулы. Самое длинное после летних. И продлятся аж до 11 января. С наступающим Новым годом и до следующего эпизода.